Не шевели, там все настроено, не надо шевелить вообще никогда. Водички дайте. Все, хватит, куда-то льешь. Поехали. Да, мы те самые туристы, которые при заселении в отель в первую очередь выясняют, где бар. А новые города запоминают по караоке. Между краеведческим музеем и обзорной экскурсией мы выберем Хинкальню. Но Байкал это то место, ради которого можно забыть про комфорт. Несмотря на лютый холод, это были офигенные пять дней. Так что садитесь поудобнее и наслаждайтесь Байкалом с просеком. Всем привет! Это я, и вы меня по-любому все знаете. Меня зовут Аня Казарова. Зовут меня Любовь, фамилия моя Сидоркина. Это Люба говорит. Это влог в Сибирском отрубе. Это была моя очень давняя мечта. Я сама сибирячка, ценности поехать на Байкал не было. Ну что зима, ну что там может быть красиво. Ну во-первых, мне купили бесплатный билет, как бы грех не поехать. Во-вторых, заебись как красиво. А в-третьих, ну у нас уже сформированная компания. Поэтому отказаться было невозможно. В своих инстаграмах объявила народу, что мы планируем посетить Байкал. И что у нас началось? Советики. Кто-то нам говорил, что на Байкале очень-очень холодно. А я человек, который не мерзнет. Как вы можете посмотреть сейчас, если приблизить камеру. Мне безумно, сука, жарко. Потому что я сижу в теплой хате, зачем-то в свитере. Кто-то говорил, не парьтесь, обычная зима. И вот мы, значит, с Романом отправились в магазины. Без чего нельзя отправиться на Байкал? Без водки. Без экипировки. Нам прислали вот такой список, что нам необходимо купить. Туда входят такие вещи, как... Термобелье и термоноски первые в списке. Как советуют байкальцы, грейте ноги, грейте. Ну, вы поняли. Флис. Да, в таком прикиде вам точно никто не даст замерзнуть. Ледоступы. Это такие штуковины, которые спасут вас от шпагата на льду. Солнцезащитные очки. На Байкале очень яркое солнце. Ну, и для стайла не помешают. Перчатки без пальцев, а также теплые перчатки или варежки. Сушилка для обуви, балаклава и термос с горячим чаем. Но не забудьте нахер вылить горячий чай и залить туда что-то реально согревающее. А поскольку мы еще и модники. Это нахер что? Вот это нахер что? Мы хотели, чтобы наш лук был красивым. Леопердовое термобелье. Не леопердовое, только дломатинное. Псина, короче. Я покупал носки. Самые толстые овечьи носочки. Термобелье. Ёлки-палки. О май гаш. Номер 9. Неправильно, это номер 1. Я покупал обувь теплую. Ромка себе купил сапоги. А ничего, что они даже без меха и без всего. Ничего, что у тебя тоже без меха, но мне больше нравится. Определились, закупились. И поехали домой. В планах было перекусить и пойти за линзами в торговый центр на районе. А дальше можно было собирать чемодан и стартовать в сторону аэропорта. Вы думаете, мы просто поехали в аэропорт? Да нихуя. Мы разругались в пух и прах. Ну, полаялись немножко. Побрехались, я бы сказал. Потому что Люба начала меня упрекать, что я много пью. Без чего нельзя отправиться на Байкал. Без водки. Нет, а что ты немного пьешь? Да, давайте не начинать. Да, по что ты нафиг, блядь? Да, спасибо. Я немножко сбунтовала, развернулась и пошла в направлении дома, гордая, но в очках. Собирать чемодан. А в очках я хожу, чтобы вы понимали, вообще никогда. И так все говорят, что я мама Ромы. Нет, говорят все, что бабушка. Я собираю чемодан, приходит Рома, конечно же, падает на колени. Говорит, царица моя, вот тебе кольцо с бриллиантом. Мофимоли купил в перекрестке на пакции. Зрелые люди. Как они мирятся? Один проходил мимо другого, задел плечом, начали обниматься. Так, ты много пьешь, дальше что было? Решили для вас снимать влог. А там, знаете, хочешь не хочешь, сука, надо улыбаться. И поэтому мы такие счастливые с моей любимой Любочкой. Поехали в аэропорт. Психопат. Я не знаю, из-за него я не купила линзы, и в очках я не знаю, как я поеду, блядь. Я тебе сказал, как ты будешь запотешивать глазами. Офигенно, блядь, ну все. Субтитры сделал DimaTorzok